Нельзя ни в коем случае не оставлять никого в транспортном средстве в такую жару. Это категорически запрещено. Совсем недавно мы побывали на новой профилактической акции от сотрудников ГАИ. Правоохранители совместно с врачами скорой медицинской помощи проверяли самочувствие водителей за рулем. И оказалось, что далеко не все из них чувствуют себя комфортно. И это натолкнуло нас на мысль рассказать подробнее о том, насколько же все-таки опасно находиться в машине в 40-градусную жару. Если смотреть в корень проблемы, то жара здесь на втором плане. Угрозу создают сами люди. В губительной для здоровья парилке оказываются дети. Когда родителям нужно куда-либо отойти от машины и взять с собой малышей, они не могут. Каждый год медики, правоохранители и спасатели напоминают автовладельцам об одном и том же. При длительном нахождении под прямыми солнечными лучами, либо в закрытом помещении у человека может возникнуть нарушение, функции основных органов и систем. И может беспокоить слабость головокружения, тошнота, сердцебиение, сонливость. Может повышаться температура тела. В закрытом салоне автомобиля воздух в считанные секунды прогревается до 50 градусов и находиться долго в таких условиях не может даже взрослый здоровый человек. Чего уж тогда говорить о детях и пенсионерах. Представители службы спасения тоже отмечают, что ни в коем случае нельзя запирать людей в машине. При нынешней температуре, буквально через считанные минуты, температура в салоне может достигнуть за 50 и выше температуры. Вот вы можете себе представить, что будет с тем ребенком даже в течение нескольких минут. Поэтому ни в коем случае забирайте детей с собой в салоне автомобиля не оставить. В момент движения владелец автомобиля, безусловно, контролирует температуру в салоне. Если становится жарко, он открывает окно или включает кондиционер. Соответственно, очень трудно представить, какой участи подвергается любой, кто оказывается в раскаленном автомобиле. Каково это, мы сейчас проверим на опыте. Советовать, предупреждать и напоминать можно сколько угодно. Поэтому мы решили лично провести наглядный эксперимент. Я сейчас сяду в наш автобус для дальних поездок и буду смотреть, сколько я смогу в нем просидеть. И параллельно с этим констатировать свое самочувствие. Давайте посмотрим, что из этого получится. Автобус еще до съемок простоял на солнце достаточно долго, что ужесточает условия внутри. На улице сейчас около 40 градусов. И забравшись в машину, мне стало сразу же довольно-таки жарко. Очень душно в машине, очень спертый, очень горячий воздух. Дышать сложно. Пока что я сижу в машине всего 2 минуты. Посмотрим, что будет дальше. Первые 10 минут в духоте позади. Мне очень жарко. Пот льется градом. Голова уже мокрая. Одежда тоже мокрая. Непросто. Очень непросто это высидеть. Но пока чувствую себя еще вроде бы неплохо. Всего через 15 минут эксперимента плохо стало одной из камер. Отключилась наша маленькая камера. И поэтому дальнейшие записи придется вести в основном с телефона. Даже техника не выдержала такого температурного барьера. На 25-й минуте замерил уровень кислорода в крови. И оказалось, что относительно нормальных 96% он уже упал до 70%. Пульс при этом составляет 93 удара в минуту. Ближе к половине часа пребывание в закрытой раскаленной машине самочувствие стало просто невыносимым. Кажется, пора выходить. В итоге эксперимента мы просидели в машине порядка получаса. Невероятно жарко. Я весь спотел, весь мокрый. И не могу никак просто надышаться. Ужасно хочется пить. И это только полчаса. А представьте, если остаться в ней на час или еще дольше. В общем, это ужасно. Главный вывод – не повторяйте таких экспериментов с собой и близкими. Но что делать, если вы обнаружили человека в плохом самочувствии, запертым в машине? Спасатели рекомендуют в таком случае, конечно же, немедленно обратиться за помощью. Если ситуация достигла крайней отметки, ее нужно брать в свои руки. И хотя такие действия иногда выходят за рамки закона, речь здесь идет о спасении жизни. Точно сказать адрес, и туда прибудут соответствующие службы. Или скорая помощь, или полиция, или спасатели, и все вместе. Но если вы видите чисто по-человечески, что там действительно плохо ребенку, вот он там теряет сознание, то немедленно надо разбивать стекло и извлекать этого ребенка оттуда. Да, может быть, возникнут какие-то проблемы с владельцем, что он повредил там что-то, но мы спасем жизнь. Обобщая все вышесказанное, мы напомним автовладельцам об элементарной осторожности. Машина может стать опасной не только во время движения. Поэтому на жаре использовать автомобиль нужно аккуратно и ни при каких обстоятельствах не запирать внутри ни людей, ни животных. Ярослав Лапин и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение.